и вот он уже на связи человек регали которого только что были зачитаны на протяжении пяти минут михаил романовский у нас и у вас на экранах миш привет как нам ты москве сейчас как москва стоит все прекрасно миша скажи пожалуйста вот твой фильм да кофе с молоком получил очень много наград что тебе это принесло и как ты развиваешься в дальнейшем прежде всего это принесло мне наверное осознание того что это все не зря это все интересно если ты чем-то горишь по-настоящему то этим действительно стоит заниматься это дало прежде всего еще людей с которыми встречаюсь мы встречался на фестивале и действительно это очень интересный опыт как развиваюсь сейчас учусь на высших курсах сценаристов и режиссеров а у кого а мастерская ираклия михайловича крикадзе и андрея михайловича добровольского а это игровое да кино а почему почему не пошел допустим катиненко на самом деле как мне сказали когда я поступал выбор мастерской и мастера это первоочередное потому что от этого зависит уже последующий твой путь то что в тебя какое ремесло заложит твой мастер но и собственно говоря эти мастера были мне ближе а то есть ты имел возможность с ними пообщаться да побольше скажем так не столько пообщаться сколько знакомиться с их творчеством ну и разумеется узнать что именно дают эти мастера то есть какие знания поделись пожалуйста опытом что ты сейчас уже сделал какие то может фильмы в рамках своей мастерской ты знаешь на самом деле сказать вот что-то именно вот перечислять это очень долго по той причине что у нас в процессе учебы очень много различных учебных заданий то есть у нас идут текущие предметы монтаж заданий мастерской идут и таких вот небольших заданий очень много заканчивает элементарной линейки планов начиная с нее и заканчивать более такими серьезными уже работами недавно элементарно у нас был мастер-класс никита сергеевича михалкова где нужно было сделать трейлер несуществующему фильму собственно говоря это был последняя работа которую сделал ну и как оценили ну какие еще мой вопрос у меня есть вопрос такой ты когда закончишь в этом году уже заканчиваешь учебу и после того как ты ее закончишь твои дальнейшие планы то есть я планируешь ли ты вернуться сюда или быть может остаться там и покорять вершины московские я бы сказал что зарекаться не стоит ничего потому что снимать в москве снимать в тюмени либо снимать в питере который очень сильно люблю это все зависит уже непосредственно от того что ты снимаешь это уже зависит просто от того а где тебе удобнее где тебе проще или интереснее собрать команду дети актеры дети площадки на которых ты снимаешь то есть это все будет зависеть я бы не стал зарекаться и говорить я буду снимать только москве или только в тюмени посмотрим жизнь конце концов забавная штука то есть такой ну а план сетки так скажем тебя нету ты сейчас живешь так скажем настоящим да да а скажу тебя есть идея для полнометражного фильма или ты а ты предпочитаешь что особенность именно полнометражного фильма в том что на мой взгляд что к нему нужно созреть то есть как очень много разговаривали уже я замечал вас передачи по поводу короткометражных фильмов и варвара сказала очень интересную мысль я с ней согласен о том что нужно набить сначала руку на короткометре понять что ты внутренне созрел ты можешь уже непосредственно ты осознаешь этот хронометраж и чтобы человек смотрел там шесть-семь-десять минут ему не было скучно и вы действительно цепляла зима как это подано и полный метр нужно просто зреть это нужно время но ты созрел а как ты считаешь что зрителю сложнее воспринимать короткий или полный метр я считаю что это не зависит от метража это зависит от того что и как снят и какой зритель наверное и какой зритель абсолютно верно потому что зрители бывают абсолютно разные бывают те кому подавай такое высокой искусство серьезно интеллектуальное кино а вот те кому достаточно просто прийти расслабиться и посмеяться хочется интересную комедию посмотреть и его не нужно просто серьезное кино потому что у него цели восприятия другие желание посмотреть а вот бытует мнение что короткий фильм точнее короткометражный фильм там в него сложнее в нем точнее сложнее выразить главную мысль зацепить да то есть так сделать чтобы это осталось какой-то отпечаток оставила у зрителя то есть на мой взгляд ну хоть я и не снимаю конечно фильмы и не знакома с этим так детально но мне кажется что короткий короткометражный фильм гораздо сложнее создать внести в него именно ту душу которую ну мне кажется на мой взгляд гораздо проще нести в большой фильм большой метр нет у меня цвету чтобы было конечно передать идею да да просто вот у нас был гости в начале эфира и мы задали ему вопрос какой ты считаешь какой метраж да грубо говоря проще и он сказал что проще короткий что потом понятно почему что в меньше сил меньше бюджета меньше затрачиваем во времени наверное я считаю что короткий метр гораздо сложнее честно говоря я бы так сказал фильм начинается замысла да то есть который ты тут мэрисыч который ты хочешь донести до зрителя и уже замысел диктует тебе и сюжет и форму и вот до лиц которые тебя снимаются из-за актеров вот и здесь тоже самое что хронометраж тоже диктует замысел и замысел который приемлем только для короткого метра и замысел который приемлем только для полного метра и его короткий метр просто не упихнуть и то же самое но часто мы видим на экранах что берут замысел для короткого метра и растягивает его на поле да 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 понятно мысль уже 20 раз одно и то же то есть это всегда зависит от замысла уже если ты четко уверен своем замысле в том что он крепко стоит на своих опорах что-то четко понимаешь структуру что и зачем ты это снимаешь и главное для кого ты это снимаешь тогда уже ты понимаешь какого должен быть хронометраж это уже ориентируешься какой должен быть сценарий посредством чего ты хочешь выразить эту мысль ну то есть ты клонишь к тому что это невозможно до сравнить какой легче какой сложнее просто принципиально разные тут миши вопрос а что насчет школы гай германики ну школа фильм школа сериал вы знаете я бы сказал так говори как есть сейчас я просто такой вопрос человек любой режиссер показывает прежде всего то что у него внутри да и собственно говоря если ты настолько сумасшедший что готов показывать это именно на массу да ты идешь как по режиссуру собственно говоря и я не оцените творчество во влере гай германики я встречал очень много разных людей которые кому-то нравится творчество кому-то и не нравится как сказала моя близкая подруга что у нее это в школе она это видела всю свою жизнь ничего нового для нее как бы там не было я считаю что кино все-таки должно давать ответы то есть зритель иногда приходит и за какими-то ответами то есть ты ставишь проблематику отлично хорошо замечательно но ты обозначай проблематику дай ответы на эти проблемы собственно говоря чтобы человек посмотрел фильм что для себя понял что-то увидел они просто пришел понял что жизнь там плохая да даже плохая лишний раз убедился и пошел вешаться зачем нужно снимать кино которое действительно поднимает человека дают ему ответы помогает ему жить но это мое ощущение по целям кино и по сериалу школа здесь как могу сказать одно и то же конечно же удивительно что орд пускает такие сериалы но есть уже всего понять нам не дано ну давай последний вопрос миш твой любимый режиссер потому что у каждого режиссера были взлет и падение у каждого были потрясающие фильмы какие-то получше какие-то похуже сейчас например я больше приоритет отдаю даруна урановской ларса фонтриру вот это режиссера работы просто меня вдохновляют по крайней мере миша это был не последний вопрос у меня тут на зрел вопрос один насколько я знаю ты закончил мифуб то есть это международный институт финансовое управление и бизнеса я учусь там же сейчас это называется и пау институт права экономики и управления и мне вот интересно нас вроде там нету таких факультетов направлений как кинорежиссура просто такой вопрос как ты там оказался как ты как ты оказался не а я так поняла что твой девиз по жизни лучше рискнуть и пожалеть чем жалеть что так и не рискнул да на самом деле да ну как я там оказался на самом деле когда я был в десятом классе у нас был в школе еще экономика и как-то так вышло что вот 10 11 классов у нас я не помню как правильно предмет назывался но как-то с экономикой связан что это как-то очень легко и просто не давалось и когда уже был одиннадцатый класс мы с родителями сели и они просто сказали скажи к чему тебя тянет ну к чему тебе хочется ну и я сказал ну вот экономика хорошо идет ну давай попробуем на экономику я поступив на экономический на протяжении всех пяти лет участвую во всех дебютах и во всей активной института пропуская просто пары я до сих пор честно поражаюсь как я закончил только не говори что с красным дипломом с кем-нибудь нет здесь мои родители очень четко сказали лучше имей красное лицо и синий диплом чем синий лицо и красный здесь как бы спасибо родителям они никогда не требовали идеальных знаний вот хотя как бы это давалось довольно таки то что мне было интересно я изучал но и потом просто поработав полгода по специализации я понял что как-то слишком просто я не хочу прожить всю свою жизнь просто вот они такие мы творческие помимо просто это творческой активности в институте у меня еще была общественная организация да да конечно активная жизнь была постоянно и когда ты закончил его на работа до дожили творческие люди И где творчество? Ну и вот решил рискнуть. Это здорово, что мы на такой вот ночи позитивной хотим завершить нашу беседу, потому что меня прям это вдохновляет просто на все, на подвиги, потому что у меня абсолютно на все 100% аналогичная ситуация. Четвертый год, и я понимаю, что нет, я не буду сидеть так, я буду где-то скорее там же, где сейчас вы меня все наблюдаете. Может быть, немножко более широких. Ладно, не будем обо мне, это у нас был Миша Романовский. Пожалуйста, Миша, как и все наши гости, от тебя следующая фраза. Я Михаил Романовский, смотри моё ТВ, будь в сети. Я Михаил Романовский, смотри моё ТВ и будь в сети. Спасибо, Миша, удачи тебе. Всего доброго, пока.